Валерий Курас Снегири Курас Снегири Курас Снегири Анна – милостивая Алексей – помощник Многие из имен пришли к нам из древности Задолго до нашего рождения эти имена носили святые люди И несмотря на то, что прошли целые века, память об этих людях хранится до сих пор И православные христиане не только помнят имена этих святых угодников Но и называют в их честь своих детей И знаете, что удивительно? Имя святого рассказывает иногда о жизни этого человека Вот, например, завтра мы празднуем память святой великомученицы Екатерины Имя Екатерины переводится как «чистое» И действительно, сердце этой святой горело чистой любовью к Господу Впрочем, давайте я расскажу вам обо всем по порядку В древнем городе Александрии В богатой и знатной семье жила девушка Екатерина Она была очень красива, умна и образована Екатерина прочитала книги всех знаменитых писателей того времени Знала иностранные языки, изучила медицину Ее познание и мудрость всех удивляли Многие знатные молодые люди хотели на ней жениться Но Екатерина всем отказывала И считала, что никто не может быть ее достоин Я выйду замуж только за того, кто будет красивее, богаче, умнее и знатнее меня Говорила девушка Но найти такого человека было невозможно Домашние Екатерины выбились из сил в поисках жениха И все напрасно Тогда мать Екатерины, тайная христианка Решила обратиться за советом к мудрому старцу Вместе с дочерью пришла она к пустыннику И обо всем рассказала ему «Знаю я одного юношу, который несравненно превосходит тебя во всем Красота его светлее солнечного света Премудрость его управляет всеми созданиями Его богатство – сокровище всего мира И по высоте рода нет подобного ему», – отвечал старец Слыша это, Екатерина подумала, что старец говорит ей о каком-нибудь земном царе или князе «Чей же сын этот юноша? И каким государством он управляет? Он сын причистой девы, а царство его не от этого мира» «Могу ли я хотя бы увидеть его?» – спросила Екатерина Тогда старец подал девушке икону Пресвятой Богородицы с младенцем на руках И повелел ей молиться перед святым образом Екатерина, послушавшись старца, долго молилась перед иконой И, утомившись, заснула И вот увидела она во сне царицу небесную и младенца, от которого исходил свет Но младенец, отвернувшись от Екатерины, сказал своей матери «Не взгляну на нее, пока не отречется от своей языческой веры» В слезах проснулась Екатерина, и как только наступило утро, снова отправилась к старцу Тот рассказал Екатерине о Христе и о его учении О том, что некоторые люди посвящают всю свою жизнь Богу Не женятся и не выходят замуж, чтобы заботы о семье не отвлекали их от служения Господу Дев, оставляющих женихов земных ради небесного жениха Называют невестами Христовыми Окончил свой рассказ старец Екатерина всей душой уверовала в Иисуса Христа и приняла святое крещение И вот снова явилась ей во сне царица небесная с младенцем на руках Теперь Господь ласково посмотрел на Екатерину и дал ей перстень Сказав, что избирает ее своей невестой Когда святая проснулась, то увидела на руке подаренное во сне кольцо Так святая Екатерина стала христианкой Но сколько людей вокруг нее все еще оставались язычниками С горечью думала об этом Екатерина Всем хотела она рассказать об истинной вере И вот однажды в Александрии устроили большой языческий праздник Приехал даже сам царь Тысячи жертв приносили люди идолам Все жители города должны были прийти в языческий храм Пришла туда и Екатерина Став у дверей храма, она одна не принимала участия в общем торжестве Император заметил это И пораженной красотой девушки подозвал ее к себе Почтительно поклонившись, Екатерина стала убеждать царя Обратиться к истинному Богу Царь был очень разгневан такой смелостью И по окончании праздника велел привезти девушку в свой дворец Там он стал задавать ей разные вопросы о вере Но Екатерина отвечала на них с такой мудростью Что царь растерялся И тогда он сказал Не подобает мне вступать с тобой в споры Я соберу лучших мудрецов И они убедят тебя в истинности наших богов И точно он собрал во дворце 50 мудрецов И поручил им вести спор с Екатериной Но святая так разумно отвечала на их вопросы Что мудрецы были побеждены ее рассуждениями И вместо того, чтобы убедить ее в своей вере Сами стали христианами Тогда, чтобы заставить Екатерину отречься от Христа Царь приказал мучить ее Святую подвели к колесу с острыми зубцами И хотели привязать ее к нему Но ангел разбил колесо в щепки И святая осталась невредима Велик Бог христианский Стал восклицать изумленный народ И многие, видя твердую веру Екатерины Поверили в истинного Бога Не помня себя от ярости Царь повелел казнить святую Душа ее, обрученная Господу Вознеслась в Царствие Небесное С тех пор прошло уже 1700 лет Но все православные люди Помнят святую великомученицу Екатерину И молятся ей Просят укрепления веры Помощи в учении Да и во всех других нуждах Помогает святая великомученица Тем, кто в молитве призывает ее имя До свидания, друзья Всего вам доброго И храни вас Господь Субтитры создавал DimaTorzok